Музыка Всех приветствую ребят! С вами Император Прайм и сегодня у нас будет обзор на премиум танк Викерс МК-7 И там в краткости пробежимся по ТТХ, по внешнему виду и тому подобное И так в общем танк имеет вот такой вот вид ребят Вот что из себя представляет, в принципе довольно такой неплохой и красивый танчик Вот, вот, но нас интересует не только красота А также конечно же ребят и ТТХ, короче, что он себя представляет И так у него альфа 580 Бобсами ребят, скажу сразу, что к эмулятивами он где-то 720 бьет Вот, на восьмом уровне довольно, в принципе, так ничего не плохо Пробиваемость 700 мм, 4300 урона в минуту Почти 8 секунд КД Вот, прочность 3400 Вот, бронирование корпуса 700 Ну, а тут, конечно, уже да, 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 да Такая вот тема 700, всего лишь 700 То есть, борта 145 То есть, я бы сказал, что он, знаете, короче, мне похоже даже на ФЦМ 50 тонн из картошки, такой, короче, без брони, в принципе Вот, башня тоже тут 700-280 Комбинированная, опять же, броня 72 его максималка Разгоняется очень долго, 473 Масса 54 тонны, ребят И 34, почти 35 градусовый поворот корпуса На обзор 435 Незаметность, то есть, сами понимаете, ОБТ В принципе, какая там незаметность? Никакая Но при этом, что у нас есть? А у нас есть минус 10 То есть, вы понимаете, что такое минус 10 Вот, наверное, одна из самых коронных фишек этого танка Потому что минус 10 Холмы Ну, сами понимаете, не везде холмы и тому подобное есть Время прицеля 1.64 И скорость порта башни 43 Довольно так неплохо, в принципе, башня крутится Ну, на этом, я думаю, и все, что осталось Из командиров Я бы советовал или Руденко, или Александр Кортес Который здесь сидит и дает альфа-страйк В принципе, неплохой Вот Ну, надо посмотреть, что он, как бы, на что способен в бою Ну, погнали смотреть Так, итак, ребят Сейчас мы посмотрим бронирование танка этого премиума За которое надо, как бы, отвалить немножечко денежек Взял я Т-90А Вот Ну, и что же, в принципе, рассмотрим В первую очередь, смотрите, что у вас получается насчет башни То есть башня, смотрите, не вот эта часть Как, к примеру, у объекта 640 Вот эта часть, в основном, светится А здесь вот самая крупная часть светится То есть, понимаете, да? Вот Дальше Ребят Под башней Вот, смотрите Вот, вот Сюда заходит Сюда заходит Сюда заходит Даже по краю Между НЛД и ВЛД То есть, вы понимаете? Вот, смотрите Прямо в шоу бьют В шоу проходит альфа-страйк Вы понимаете? Смотрите И практически не существует ни одного живого места Которое просто не пробилось Я даже не знаю, куда вот просто стрелять А ну, под маску хотя бы Ну Ну, здесь вот не пробивается Тут понятно Ну, корпусом можешь, наверное, попробовать Ну Как бы, не знаю Каточек, каточек Только горит Оно вот там вот Желтое Ну, то есть, желтое Да, да Коток Коток, короче, вообще На изи То есть, все Вот это вот, видите Вот эта часть башни Это как-то Не эпический Борта Ну, что борта Нету брони Вот о чем, в принципе Я, наверное, и снимал видос, ребят Когда Говорило то, что Как бы брони нету Премиумный танк Вот Ну, тем не менее Сейчас Мы, в принципе, его рассмотрим в бою На что он способен, короче Вот, ну ладно Поехали Смотреть Ну, что, ребят Вот мы и в бою Рассмотрим этот танк На что он способен В первую очередь Хочу отметить Это его ВН, ребят То есть, вы сами понимаете Что такое Минус 10 Минус 10 То есть, на самом деле На нем надо играть Этот танк Не для продавливания направлений Это танк Который должен вот так вот Стоять на холмике Классно И держать направление То есть, именно На тех картах Которых Ну, видно, что, к примеру Здесь будут враги ехать Здесь продавливают Все знают, где давят И стоять именно Держать фланг, короче Вот Продавливать нереально на нем Потому что у танка брони нету Вы это уже увидели Вот только что я вам показывал Да Как он светится весь Как картон Но башня у него И пушка Замечательная Я не скажу, что она фиговая Она Мне она понравилась В плане того, что У нее хорошая стабилизация Снаряды летят четко Просто четко Камулятивами Ну, сидит Кортес Камулятивами, конечно Входит неплохо так Опа, привет, друг Страшно Опа, оп То есть камулятивы, конечно Бьют очень и очень сильно Я даже попробую Надо Специально поехать Чтобы углупить камулятивы Вот 817 Ребят 817 Камулятивов 600 Это учитывая, что Ребят Сидит Кортес Смотрите, как башню повернул Красиво Пробью Нет Нет, не пробью Ну, я тебе нервы попорчу Да, дружище Но Еще одно Но Что есть в этом танке Ребят Он картонный Поэтому критуется Все Командир Двигатель Все Я бы сказал Все в хлам Такие кумулятивами Работаю 106 Но Кумулятив Ребят Что тут скажешь 798 КД Конечно Желает Лучшего Командочка Конечно Не очень Не давит Направление За светом Очень плохо Сами понимаете Света у нас нет То есть Мы не можем Сами себя светить Ну Попробуем От холма Вот это Сыграть 746 Держи дружище На 700 Надо Срочно Убить Вот этот Танк Шотный Который Нам мешает Играть Теперь Я думаю Нам поможет Этот чувак Еще немного 750 Так Едем дальше Потихоньку Что у нас тут Получается У нас тут Катка жесткая Конечно Ну то есть Видите Пушка Конечно Четкая Но брони Критуется И подвижности Маловато Чисто Пока Короче Ребят На Кумулятивах Много 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 Врагов Лишь бы Справа Меня не Обошли Ну а тут Ребят Конечно Плохо Плохо Напали Команда Слишком Долго Давила Ну в принципе И так Знал Потому что Что тут Насчет Слива Тут все Очень Просто Как бы Там Ребята Видно Альянсы Великие Там Нелод Какие-то Не знаю Вот Шот Йети То есть Ребята С альянсом У нас В принципе Никого нету Поэтому Тут уже Дело Матчмейкера Ну красиво Визель Вертолет Сделал Прям Красота Сейчас Посмотрим Результаты Так Ребят По результатам Что у нас Вышло 7400 Дамага В принципе Вы сами Понимаете Как бы Там Очень Тяжело Было Там Что-то Там Вытащить Просто Нереально Потому что Ну Сами Понимаете Но Тем не менее Вы увидели Что в принципе На что Способен Скортезом И как бы Кумулятивы Как бьют И можно Даже по БТ Работать Преимущество Как он Двигается Как он Стреляет То есть На нем Можно Даже Такие Вертушки Раздавать Мало Танка На которых В принципе Можно Вертухан Раздавать Ну При этом Мы Проиграли Вот Проиграли Ну 256 Тысяч Мы получили С премом Ребят Учитывая Что Проигрыш Я считаю Что Не буду Показывать Сколько он Формит Буду Конечно Но Я Отдельно Сниму Какой-нибудь Интересный Такой Бой С победой Но Я считаю Что Все Танки Восьмого Уровня Формят Там Ребят Ну Добавьте Еще Там Некоторое Количество Процентов И В районе Четырехсот Там Четырехсот Пятидесяти Где-то Формят Все восьмые Уровни В основном И Викерс МК7 Не Исключение Поэтому С проигрышем Самым Плохим Если у вас Там Вы набили Там Две Две с половиной Тысячи Вы получите Там Сто пятьдесят Сто семьдесят Тысяч Вот Видите Я С чем-то Набил Двести Пятьдесят Шесть И Четырехсот Четырехсот Пятьдесят Тысяч Но Я говорю Там Я не снимал Это прям Победу Я Приблизительно Цифры Вам Сказал Вы увидели На что он Способен Именно в Жестком Замесе Когда Команда Сильнее В разы Когда Люди Не могут Даже Тысячу Тысяч Это Два раза В жизни Это их Потолок Поэтому Как бы Вот В жестком Именно Замесе На что Способен Этот Танк Но Тем не менее Танковать Он может Но Только Вот Вот Этой Частью Ребят Вот Это Вот Это Вот Это Вот Это Вот Все Дырявое Все Критуется В нем Долго Разгоняется То есть Подвижность Не его Тема Танк Создан Для Удержания Когда Давят Именно Направление Все На этом Буду Заканчивать С вами Был Император Прайм Если Понравилось Пытался Максимально Показать Что и Лапрайма Всем пока Показать 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 Показать